yamaha super tennery 1200 2016 года и казалось бы здесь очень много есть о чем рассказать как минимум даже то что именно yamaha запилила в принципе данный класс мотоциклов и после нее уже ринулись срочно сказали давайте нам быстро adventure кричали ктм давайте нам гуся кричали бмв и это было сильно позже но именно класс мотоциклов придумала yamaha а все остальные уже были вторичностью но сегодня разговор не об этом и можно было бы долго и пространно рассказывать о преимуществах этого мотоцикла технических деталях но когда я попал в город пробку первое ощущение которое он у меня вызвал это то как он меня бесит потому что на низких скоростях это гребаный тягач без гидроусилителя с которым постоянно необходимо бороться и ты чувствуешь просто каждый килограмм из 261 и ты постоянно борешься с равновесие он пытается свалиться вот так на низких скоростях и казалось бы тот гироскопический эффект который вызывается небольшими колесами тебе должен по идее помогать он мешает тебе повернуть руля и я очень долго ехал на нем по пробкам толкался потел и потел не от жары от того что мне приходилось с ним бороться и спрашивал себя зачем вы это построили кто на этом будет ездить и кто выберет это после африки твин и после ктм и только когда я лупанул 300 на нем по прямой дороге не всегда хороший я понял философию этого мотоцикла для чего он был построен если ктм должен у вас вызывать восторг от того что он умеет ездить на заднем если африка должна вызывать у вас просто поразительные чувства позитива от того что у нее есть автомат и этот автомат очень умный у этого мотоцикла философия предельно проста он сделан таким образом чтобы не напоминать вам не секунды о том что это мотоцикл и что он есть под вашими ногами когда вы едете долго далеко и достаточно быстро и поэтому собственно говоря здесь кардан по сути и поэтому здесь 261 килограмм веса это только сухого а учитывая тот факт что вы еще конечно же неизбежно поставить и дуги безопасности потому что вам нужно защитить боковые радиаторы от падения вам необходимо защитить все элементы которые здесь являются алюминиевыми и когда во вся эта бандура упадет то обязательно что-нибудь где-нибудь до повредиться до плюс вес чемоданов плюс есть содержимого этих чемоданов плюс еще задний кофр и в итоге у вас набегает где-то плюс-минус 300 кг когда вы покупаете мотоцикл вы от него чего-то обязательно ждете он что-то должен мочь либо ехать на заднем либо этих и ехать хорошо по плохой дороге когда вы покупаете супер тенери вы ничего не должны от него ждать то есть вы покупаете средства для того чтобы путешествовать и в этом путешествии от этого путешествия вас ничто абсолютно не должно отвлекать это реально голда для бездорожья и это самая главная мысль скорее всего который руководствовался владелец этого мотоцикла который дал мне его любезно на обзор и когда я с ним пообщался после того как я на нем поездила спросил у него зачем ты его купил потому что на нем с непривычки после тех мотоциклов на которых я уже успел покататься реально было неудобно ехать потому что здесь все не так и каково же было мое удивление когда я узнал что он ездил и на африке с автоматами на африке с механикой и на тайгере и на на гусе и вообще очень много на каких туристических мотоциклах и он выбрал именно его во первых потому что это реально грёбаный каток наверняка кто-то из вас сталкивался хотя бы раз из тех кто много путешествует с гребенкой на дороге и вот это как раз тот случай когда его недостатки в некоторых случаях могут выступать как серьезные достоинства то есть благодаря тому что он такой тяжелый вот я ехал вчера там по одной нашей дороге где знаете вот когда очень мелкий песок то получается появляется гребенка от того что ездит машины и ты едешь у тебя пломбы и зубов высыпаются когда ты едешь на легком мотоцикле потому что он не успевает в этот резонанс и у тебя просто начинает ходить ходуном руль короче все остальное он давит эти кочки как каток благодаря своему огромному весу на нем можно совершенно спокойно ехать 130 140 150 190 все только зависит от той резины которая на нем установлена в нашем случае это минцеллер кору и вся беда в том что после 190 он начинает очень странно качаться причем это не колбаса а он начинает делать вот так его начинает шатать по динамике это как ни странно при одном из самых больших объемов самый медленный мотоцикл забудьте про езду на заднем забудьте про сумасшедшее ускорение при большом весе 112 лошадей 117 момента вообще никак не спасают ну и это в какой-то степени даже хорошо потому что он слишком плавный если вы надумали покупать данный мотоцикл вы очень хорошо должны понимать что вы покупаете потому что это очень узконаправленный утилитарник который может очень хорошо в одной среде но за ее рамками это неповоротливая груда железа очень хорошо можно прочувствовать уронив его на бок здесь нужна недюжинная физподготовка чтобы эту штуку поднять обратно на колеса это по компоновке мотоцикл очень похожий на новую африку twin у него рядный мотор так же точно как у африки и у тдм у него развал шеи коленвала 270 градусов следовательно у него есть так называемый большой взрыв я уже рассказывал про этот эффект и как он влияет на управляемость мотоцикла в видосе про африку благодаря тому что у него также точно как и у африки радиаторы находятся по бокам но только с одной небольшой разницы если в африке они стоят вот так то здесь они стоят вот так и они находятся вот здесь им удалось изменив компоновку двигателя до минимальной возможности сдвинуть его сильно вперед и так получилось что как раз таки и благодаря этому телодвижению им удалось сделать максимально длинный маятник благодаря которому им удалось установив кардан на него снизить до минимума влияние неподрессоренной массы от вот этого самого кардана и получить в принципе ощущение как на мотоцикле с цепью 43 вилка впереди мощнейший амортизатор и ты его то что ты раньше перепрыгивал здесь сейчас ты просто переезжаешь а подвеска все это дело отрабатывает но это делать гораздо сложнее потому что вес и здесь вот два обратно пропорциональных эффекта чем ты ездишь едешь быстрее тем комфортнее тебе ехать и я только когда уже проехал приличное количество километров я понял в чем кайф от этого мотоцикла и почему нынешний владелец выбрал из такого множества тур эндуро именно его в нем собрано огромное количество всяких разных технических решений совершенно разных эпох тут тебе и разные топливные карты в частности две штуки медленно и очень медленно потому что на режиме тур или как его называют режим тупняк это вообще очень медленное нечто которое нужно крутить прям вот вот так надо крутить чтобы она поехала поэтому как владелец таки я все время использует режим спорт по моему до режим спорт но при этом когда дорога пустая и тебе нужно за один раз махануть 100 километров вообще без остановки ты включаешь шестую передачу и при 4000 оборотов у тебя 130 коротко про технологии из разных эпох как я говорил то есть помимо того что здесь вот есть под рукой у тебя переключение из спорт в тур и вообще он очень достаточно умный мотоцикл у него раздельная бс и кстати система тормозов здесь организована куда грамотнее нежели в африке к сожалению при том что я хочу себе африку там к примеру комби брейк работает следующим образом когда ты нажимаешь на педаль тормоза заднего у тебя подтормаживает перед что не очень хорошо в случаях с сыпучей дорогой как здесь и к примеру если это еще и в какой-нибудь повороте то шансов завалиться на бок на том мотоцикле у тебя гораздо больше здесь же все гораздо интереснее когда ты тормозишь передом у тебя подтормаживает за а зад у тебя отдельно но при этом не зависли абсолютно кнопку выключения бс и для того чтобы его выключить нужно сделать очень хитрую манипуляцию его необходимо поставить на центральную подставку завести на второй передаче погазовать бортовой компьютер понимает что что-то с абсом не так потому что заднее колесо крутится переднее нет следовательно сигнала датчика переднего нету абс падает в ошибку и вырубается и только тогда у тебя где-нибудь на спуске если тебе нужно заблокировать заднее колесо чтобы занести задницу абс не будет отрабатывать ну конечно же в тот момент когда ты его заглушившись заведешь обратно тебе снова придется правил проводить эту манипуляцию почему нету кнопки неизвестно но ее нету и тут же при всем обилие электроники таких допустим интересных решений как примеру газ по проводам при наличии тросов троса идут в заслонку прямо непосредственно заслонку но заслонку в тот тот же момент крутит сервомотор и в случае какой-то ошибки сервомотор сообщает эту ошибку мозгам и мозги при помощи специального соленоида задвигают специальный штырь в заслонке и ты уже крутишь заслонку не сервоприводом а непосредственно тросами то есть случае аварии тотального сталинграда по электронной части ты начинаешь управлять заслонками уже физически они при помощи сервомотора у него завезли сюда и установили такие архаизмы как примеру обычные лампочки накаливания поворотниках потом совершенно какую-то не дизайнерского характера приборную доску которая такая оля 1998 год при том что в принципе она электронная как на аналоговом тахометре как так и на жидкокристаллическом дисплее если мы говорим про серию из е то у нее вот здесь вот уже стоит тоже тут достаточно развитой бортовой компьютер у него там есть очень хитрые подножки и так далее но все это настолько здесь иногда не сочетается что ты думаешь так брата а ты вообще с какого года какого ты года и когда ты смотришь что это 2016 немножко это напоминает harley только у harley это философия архаичный двигатель без заливных горловины чтобы залить масло надо положить мотоцикл на бок то здесь почему это реализовано именно таким образом возникает внутренний вопрос то ли это для того чтобы получить наибольшую надежность то ли потому что было впадлу это мотоцикл самым наверное широким сидением которое вообще в принципе только может быть здесь у тебя такая масса положений для тела что ты можешь сидеть близко к баку если ты маленький если у тебя затекла спина ты можешь сесть вообще вот так вот далеко как в кресло но не то чтобы это были какие-то заводские регулировки но конструкция и способ его установки позволяет подкладывать шайбу подкрепление ставить длиннее или короче болты и таким образом поднимать либо верхнюю часть либо заднюю часть либо сразу все вместе для того чтобы сидеть выше либо опустить его вообще туда в плинтус куда-нибудь если ты совсем не высокого роста и вот это реально позволяет крутить вертеть причем достаточно просто при наличии минимума инструментов как только я поехал на нем загород я сразу понял почему в серии с е поставили демпфер руля потому что всю дорогу и ехал где-то плюс-минус 130 когда я приехал единственное что мог сделать это посолить потому что вибрации мелкие вот эти которые 3 порядка вот двигателя дают такую рябь в руль что ты приезжаешь и у тебя ощущение как будто ты отсидел руки то есть вот его сел просто на них и долго долго сидел они зудят но при этом оказалось что данный эффект имеет место быть только при скоростях в районе 130 обратно я ехал 150 приехал домой и понял что все с руками нормально как только ты заехал город он будет тебе каждую секунду напоминать братан ты используешь меня не по назначению не хрен тебе вообще ездить по городу на мне и вот когда я уже был реально готов снять обзор в том же ключе что и болт и меня спасло реально то что я на нем сильно хорошо покатался единственная проблема этого мотоцикла что никто не объяснил покупателю для кого он был сделан первое впечатление от этого мотоцикла и с на нем совсем чуть-чуть покататься будет сугубо негативным потому что в нужно сесть и вдумчиво поехать для того чтобы все его минусы перекрылись его плюсами такими как бескамерная резина способность регулировать сиденье сухой картер длинный маятник огромный вес который позволяет абсолютно полностью исключить из вашего внимания мелкие неровности толстенные подвески развитые точки крепления для вспомогательных объемов чтобы много с собой всего вести не нужно изобретать велосипед чтобы установить по человеческие дуги безопасности потому что уже завода об этом побеспокоились все встает болт он нигде ничего не нужно доваривать лепить какие-то хомуты если версия с ету там еще больше наворотов тот же самый демпферный руль очень хитрые подножки у которых одновременно есть и зубы и резина и пока ты сидишь ты сидишь на резине когда ты встаешь резина прячется под твоим весом и ты встаешь на зубы и твои ноги не сползают ямаха из моего десятилетнего опыта давным-давно уже доказала тот факт что это всегда про надежность начиная с задрепестных полтинников заканчивает и максами если мы говорим про какой-нибудь эндуро то даже странный xt 250 несмотря на то что он не едет не рулится не тормозит он не ломается а в путешествие это очень важный показатель ломается ли мотоцикл несмотря на всю массу противоречий которые в этом мотоцикле имеются это единственный пожалуй моем опыте мотоцикл который способен позволить вам почувствовать себя настоящим мужиком потому что здесь абсолютно нету никакой попсы и есть какой-то особенный кайф от езды на нем потому что когда ты поймешь как этим управляться если любой другой мотоцикл может помочь тебе какой-то там развитая электроника или малым весом или какой-то филигранной рулежкой здесь ты должен себя чувствовать главным как только он почувствует что главный он начнется самое интересное я вспоминаю себя вот тогда в евпатории в пробке как я его ненавидел как он меня бесил и сейчас под конец когда его уже пора отдавать немножко как-то даже жалко потому что это по-своему кайфовый мотоцикл атмосферный и когда вы с ним подружитесь вам возможно понравится и именно сейчас в этот момент я реально понимаю почему хозяин этого мотоцикла выбрал именно его